думал я думал и хочу получить ваше одобрение и не очень-то трансляция да хочу получить ваше одобрение в общем сейчас так получилось что всех ребят которые остались на евромайдане записали в фсбшники собственно так же как когда-то нас буквально получается сколько-то времени назад нас обвинили там во всех грехах лично меня когда жил в одессе я говорю я вот прям понял на свой счет что когда сказали что всех там русских грубо говоря будут а россиян вот так вот всех россиян значит или или там кого-то ну в общем не суть будут без суда и следствия расстреливать я как-то сразу понял ну по обвинению в шпионаже там в общем 5 пунктов было шпионаж саботаж что-то там еще я вот не помню по-моему аваков как раз и говорил и я предлагаю просто ну начать объединяться с ними не обижать их вот тех ребят которые значит частного на майдане стоят вот те которые в палатках там живут и соответственно каким-то образом уже объединяться с ними потому что ну их назвали проектом фсб нас когда-то там несколько месяцев назад назвали проектом фсб ну вот я так понимаю отношение к ним и к нам одинаковые абсолютно давайте объединяться значит с ними каким-то образом договариваться действовать совместно потому что но это же никуда не годится каким образом ну для начала там есть адекватные говорят на майдане за единой украины на майдане ну а будем объяснять что единой украины пока пока одна часть украины стреляет в другую в принципе не может быть так что давайте для начала остановим войну а потом уже будем говорить заедину там или не заедину они там не за деньги те кто остался те вообще ничего не получают ну значит надо они нас не смотрят но если если вдруг кто-то смотрит и кто-то может с руководителем допустим на эту тему поговорить тех кто остался на майдане ну потому что же вот может сейчас нет но мы же на майдан то не пойдем мы будем у нас просто пора второй фронт открывать я не знаю против власти они сейчас против власти стоят каким-то образом но это разобщенные какие-то действия совершенно против власти которые реально которые украинцев убивают кто-то же ими управляет кого-то же не слушают у него у них там реально есть как получилось вот эта часть которая на майдане это реально часть та которая там конечно есть а социальные элементы но в целом на майдане сейчас люди которые приходили на майдан затем хорошим за теми лозунгами которые у него понимаете в чем дело то есть те которые не те которые реально были против олигархов и которые поняли что они что они пока не добились своего совершенно и они сейчас чувствуют себя оставленными я говорю пора объединяться а почему нет почему с ним не поговорить единственное что конечно надо разговаривать можно нужно русском не говорить почему нет давайте поговорим если если он там реально на майдане остался не как как сказать то смотрящий вот так вот не как смотрящий да как если он реально думает в на свой счет принял оскорбление в том что он нам фсбшник опять ну что само по себе смешно они не верят в гражданскую войну значит будем показывать что там действительно гражданская война у нас материалов просто вагон и маленькая тележка просто если если они захотят ну захотят хотя бы их смотреть не очень быстро увидят это все своими глазами начнем процесс попробуем на вкус хорошо давайте давайте голосовалку когда вы спустите какие идеи приходит вообще в голову узнали так хорошо работает посмотрим давайте я конечно же за хорошо так ну значит половина не за не сработает половина за хорошо ну в общем те кто за хорошо те тем я хочу к тем обратиться и ну просто наверное не давайте не так ну все ладно пускай так будет то есть в принципе если бы это сработало я так понимаю что если бы это сработало я так понимаю что все все кто за не сработает все считают что ну все в порядке будет хорошо значит нам это не нужно считать 11 процентов людей из них там пятеро из бушников как мы знаем конечно так ну и там права сектора все хорошо я понял направление такое как как это лучше сделать я подумал в общем главное что сейчас сейчас мы понимаем что те кто остался на майдане до добиваться каких-то своих прав те значит люди которые сказали что они там будут стоять пока значит пока не пройдут перевыборы в раду и те которые на свой счет принимают значит обвинение в том что они проект фсб соответственно мы с ними налаживаем контакт дружим обмениваем все информации для начала просто просто обмениваем все информации они нам говорят что на майдане про происходит мы им говорим что происходит на юго-востоке это примерно так какой я результат хочу получить я хочу прежде всего прежде всего объединить наши усилия в как сказать там объединить наши усилия в том что права людей в украине должны соблюдаться прежде всего и и но они хотят построить нормальное государство и соответственно я просто думаю что не эти люди каждые выходные проводят митинги в поддержку АТО главный результат закончить войну да пожалуй мы не будем доказывать свое они будут говорить о том в чем они сильны грубо говоря да что что-то на майдане происходит мы будем говорить в чем в чем мы разбираемся то есть в том что происходит на юго-востоке ну вот в связи с чем приглашаю всех всех людей которые которые начнут хотя бы хотя бы на немножко допускают сотрудничество значит с юго-востоком хоть какое-то в плане достижения каких-то вообще целей общих а у нас они есть приглашаю к сотрудничеству а у нас Продолжение следует...